Тем временем на спортивной карте Новосибирска стало на одну точку больше. На выходных официально открыли центр волейбола. Крупнейший за Уралом специализированный комплекс носит название «Локомотив-арена». Новоселье отпраздновали грандиозным матчем за Суперкубок России. О том, кому достался первый трофей сезона, расскажем в нашем сюжете. С момента закладки первого камня до торжественного перерезания ленточки на входе в арену всего два года. Для новосибирского волейбола появление своего дома – огромный шаг вперед. Раньше делить площадку «Локомотиву» приходилось с баскетбольными клубами. И север был слишком мал для статусных матчей. Болельщики помнят домашний финал Лиги чемпионов, который «Локомотив» вынужден был проводить в Омске. Теперь, благодаря новому комплексу, Новосибирск примет матчи чемпионата мира в 2022 году. Новую арену видно издалека. Комплекс выполнен в фирменных красно-зеленых цветах. На входе гостей встречает настоящий «Локомотив». Зал в этот вечер с оглядкой на ограничения был заполнен под завязку. Болельщики раскупили все доступные 2500 билетов. На новоселье приехали и многие почетные гости. Я восхищен не зданием, потому что я уже это восхищение пережил. Я восхищен атмосферой, которая формируется в зале. Знаете, вот накал страстей и энергетика, она прям вот хоккейная. Она сильно отличается от того, что мы переживали в таком любимом домашнем севере. Технически на новой арене «Локомотив» уже проводил матчи, но все это было лишь своеобразной репетицией. Для официального открытия выбрали куда более громкую вывеску – Суперкубок страны, который между собой разыгрывали два сильнейших клуба прошлого сезона – «Локомотив» и «Зенит Казань». И команда выдали суперматч, который вряд ли оставил кого-то равнодушным. Первую и третью партию выиграли гости, вторую и четвертую красиво взяли новосибирцы. Но ни в одном из сетов не было явного доминирования, потому тайбрейк выглядел логичным завершением игры. «Зенит Команда, которая построена, чтобы выигрывать сейчас. Мы пошли на выбор, немножко смотрев вперед на завтра. Но я считаю, что получился хороший финал за этот Суперкубок». На тайбрейке о грехе, который «Локомотиву» удавалось сглаживать по ходу предыдущих партий, вышли на первый план. Нападение разладилось, как и блок, а решающий очко «Зенит» и вовсе набрал подачей. В этом компоненте железнодорожники уступили сопернику с «Лехвой» – 4 эйса против 14 указанцев. «Зенит» завоевал первый трофей в сезоне – 3-2. «Локомотив» не может победить «Казань» вот уже 18 матчей подряд. Из всех соперников по Суперлиге «Зенит» самый непростой для железнодорожников. «Не важно, с каким счетом, все равно это поражение. Тяжело, обидно, но надо держать удар, уметь. Не важно, надо вставать и идти дальше». Полноценного подарка на новоселье себе и болельщикам «Локомотив» сделать не смог, но это лишь начало сезона. Свой следующий матч железнодорожники проведут уже на этой неделе. В среду игра против «Нефтяника» из Оренбурга.